Есть базовые принципы, от которых мы отталкиваемся. Теперь, хорошо, мы согласились с учетом принципов, как мы будем определять, что истинно, что неистинно. Вот у нас есть некоторое утверждение, истинно оно или неистинно. Что? Истинно или неистинно. Что такое истина? Да. Что такое истина? Ну да. Как определять? Не противоречит самому себе. Не противоречит окружающей. Не противоречит окружающей. Бог есть любовь, это истинно. Но на практике применима, она, в общем-то, весьма опосредованная. Вот. Итак, существуют логические критерии истины. Я смотрю, что, в общем-то, стихийно с этими критериями уже прекрасно знакомы. Итак, первый критерий. Критерий состоятельности. То есть те суждения, которые мы принимаем за истины, не должны содержать внутренних противоречий. Как Иисус? Опять же, мы стараемся не уходить с поля Библии. Как этим критерием пользуется Иисус? Фарисеи же, услышав все, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Вильзевула князя бесовского. Но Иисус, зная помышления, сказал им, что всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана, сатану изгоняет, то он разделился сам с собой, как же устоит царство его. И если я силою Вильзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши, которые тут то же самое делают, такую силою изгоняют, посему они будут вам судьи. То есть, обратите, Иисус, как раз, применяет вот этот самый критерий, критерий состоятельности. Ваше утверждение несостоятельно. Потому что, во-первых, тогда непонятно, почему вообще до сих пор сатана существует, он сам с собой военный. А второе, вот за мной ходящие, это же ваши сыновья, и они делают то же самое. Так что, значит, пусть они тогда вот вас судят, значит, они тоже с силой бесовской это все делают. То есть, как минимум по двум параметрам ваше утверждение несостоятельно, а следовательно истинным быть не может. Ограничения. Система может быть внутренне состоятельна, но не соответствовать внешней действительности. Ну, например, я прихожу домой поздно вечером, жена Паша где-то долго был. Вот я был там у брата Семёна на молительной группе, значит, там с ним так хорошо. Время провели, помолились. Ну, дело, проблема, все хорошо. Проблема я звонила Семену, его тоже дома нет. Вот. То есть, все хорошо, красиво, состоятельно. Я напрыл байку. Вот. Но она несостоятельна. И убедительные показания последственного, если они противоречат свидетельствам очевидцев, они истинными не являются. Точно так же виртуальная реальность. Фильм «Матрица» все смотрели. Компьютерные игры. Все состоятельно, все красиво, только к реальности никакого отношения. Вот. Оно внутренне состоятельно, но с реальностью никак не связано. А второй критерий, который применяется… А! Прежде чем придем к второму критерию, есть целый ряд утверждений, которые уже не могут быть истинными, лишь потому что сами эти утверждения внутри себя уже содержат противоречия. Философия говорит, это утверждения, которые сами себя побивают. И такие утверждения, они логически несостоятельны, истинными не являются по определению. Например, утверждение, что абсолютной истины не существует. Да, это утверждение, оно истинное или нет? То есть, если абсолютно истинное не существует, значит, это утверждение тоже не может быть абсолютной истины. Конечно. Значит, существует абсолютная истина. Конечно. Вот. То есть, оно всякий раз… Это, кстати, утверждение, которое вам чаще всего придется от неверующих слышать. Вот. Вопрос Пилата. Что есть истина? Ответ стоял перед ним. Только вопрос должен был быть не что, а кто. Вот. Пилат же утешался вот этим вот утверждением, которое само себя при этом побивает. Ничего нельзя знать наверняка. А это я откуда знаю? Достоверны только логически обоснованные и экспериментально проверенные сведения. Это сведение, оно логически обосновано или экспериментально как-то проверено или просто из головы взято. Нравственных норм не существует. А это что, не нравственная норма, которую нам пытаются навязать? Вам пытаются навязать несуществование нравственных норм как нравственную норму. Вы должны жить в соответствии с этим. Если у вас есть какие-то убеждения, которые не позволяют вам, допустим, ступать в отношения близости до брака или там оставлять родителей без попечения или прочее, то значит вы не соответствующие нашей нравственной норме, а не существование нравственных норм. И вас будут обвинять в нетерпимости, в узком кругозоре и так далее и прочее. Ну, совсем классическая фраза, которая входила в любой древний учебник по логике или риторике. Я лгу. Это истинное утверждение или ложное? Если оно истинное… Я лгу, значит, он не истинно говорит. Значит, он говорит правду. Значит, он говорит мне правду. Я лгу. Если это ложь, то я говорю правду. А если это правда, то значит, я лгу. То есть это себя само повергает побывающее, значит… Это был из элементарных, задачника по элементарней логике, которые в то время во всех гимназиумах проходили. Гимназиумы были учебные заведения того времени, где в основном занимались спортивными упражнениями, но также изучали логику, риторику, риторику по чуть-чуть, философию. Были разные школы. Там одна была философская школа, допустим, стойки, которая… Стоа – это галерея. Вот они в галерее собирались и учились. А были перипатетики. То есть они по парапету, по этой самой краю городской стены ходили и гуляя учили. То есть вот разница на самом деле не столько… Название не столько по учению их идет, а по тому, как они занимались – сидя в доме или идя дорогой. И естественно, что это прекрасно знает и Павел, и прекрасно знают все ученики Павла. Поэтому Павел, в общем-то, с долей иронии вот такое приводит утверждение – критяне всегда лгут, сказал один из них. Так он правду сказал или солгал? То есть таким образом Павел, приводя вот эту шутку, он титул все-таки намекает, что нужно быть осторожнее, но при этом не дискриминирует по критян, потому что утверждение само по себе необоснованное и смысл в этом нет, но на всякий случай будь осторожен. Итак, второй критерий – критерий соответствия. Истинные утверждения не должны противоречить фактам внешней реальности. Вот та слабость, которую мы увидели в критерии состоятельности, именно против этой слабости и направлен вот этот самый критерий – критерий соответствия. Иисус также им пользуется довольно активно. Вот пример. «Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют во мне». То есть то, что я творю по пророчествам, по всем, это должен делать только Мессия. Я вам говорю раз, я вам говорю два, вы моим словам не верите, кто я есть. Дела, которые я творю, свидетельствуют во мне. Когда, в конце концов, Иоанн Креститель наезжает на Иисуса, двоюродный брат, получивший знамение с неба, что, значит, именно его двоюродный брат является Мессией. Значит, потом, после того, как Иисус вернулся из пустыни, и вновь пришел стоящим возле него Иоанну и Андрею, говорит, вот это тот самый, которым я знамение получил с неба, потому что пославший меня крестить, сказал мне, что увидишь это знамение, Дух восходящего в голову, вот тот и есть Агнец Божий. И Иоанн и Андрей побежали тут же за Иисусом. Вот. Тут он попал в тюрьму. В тюрьме жизнь не сладкая, и он посылает к Иисусу делегацию. Мол, тот, так в конце концов, ты тот, и нам другого подождать. Мол, ты ж в курсе, что я тут в тюрьме сижу, приди, наведи порядок. Вот. Значит, Иисус посудил ему и отвечает, что поскольку я тот, то и не тебе решат, что мне делать. Вот. Но Иисус не говорит буквально так. Он говорит, пойдите и расскажите ему, что вы видели. Слепые смотрят, хромые скачут, немые благовествуют, и блажен тот, кто не соблазнит сам. То есть, опять же, критерий соответствия. Чтобы Иоанн дал знать, что он прекрасно знает, что происходит, и все, что происходит, происходит по воле Отца. Вот. И, таким образом, против воли Отца мы не идем. Но, опять же, есть ограничения, возможность иллюзий, недостаточного понимания реальности. Ну, например. У нас есть стакан с водой. Мы в этот стакан опускаем ложечку. И что мы видим? Мы видим, что в том месте, где ложечка опустилась в ходу, она согнулась. Научный эксперимент. Мы ее достаем, она опять ровная. Мы опять ее опускаем, она опять согнулась. Мы делаем это 10 тысяч раз, нарабатываем статистику. И в результате полученной, значит, наработанный научный метод, в результате полученной наработанной статистики, мы делаем вывод, что сила поверхностного натяжения воды, значит, гнет металл. На самом деле я боюсь, что это оптический обман. Преломление света не позволяет нам видеть ложку такой, какая она есть. Это ограничение вот этого самого метода критерия соответствия. Все соответствует, наблюдаемое в нашей теории. Все. Оно лишь несостоятельно, потому что не согласуется с тем, то, что нам известно о упругости стали или алюминия, смотря какая у вас ложка, и силе поверхности натяжения воды, которая... А есть примеры? Ну? Примеры? Ну, вот как раз этот пример, который я привел, когда, значит, они не видят соответствия. То есть мы говорим о, как мы говорим о принципе и о применении. Применяя принципы, мы должны помнить об его ограничении. Естественно, что там, где он ограничен, там мы его не применяем. И в Библии, в общем, мы не видим, как он не применяется. Следующий. Поэтому, в общем-то, вот эти два критерия соответствия и состоятельность их всегда нужно применять вместе, одновременно. Да, потому что они друг друга взаимодополняют и позволяют избежать вот этих вот слабостей. Прагматический критерий. Прагматический критерий, ну, мы уже говорили, когда говорили о прагматической эвиденциальной апологетике, это определение истинности по последствиям. Работает, не работает. Кстати, в Библейской критерии сказано, что как различать духов. По плодам узнаете ими. Есть одна проблема. Если вы, допустим, читали популярные книжки о молитве, о ответах божьих на молитвы, то очень интересно, что в этих книжках любят классифицировать, особенно для воскресной школы, классифицировать молитвы по божьему ответу. Там да, нет, да и подожди. Все это очень прекрасно, только какой от этого смысл. То есть, если я не узнаю ответа божьего на молитву, то пока в конце концов он не ответит, то я не могу классифицировать молитву по этой. Результат наступает уже потом. Я могу узнать, ломается или нет эта указка, если я на нее сильно нажму, но узнаю это я по последствиям. А указки, значит, если ответ будет утвердительным, она ломается, то указки уже не будет. Поэтому прагматический критерий довольно, значит, ограниченный. И у этого, то есть мы по результатам очень часто, самый простой критерий, пойди и посмотри, взял и убедился. Но у него тоже огромное количество ограничений. Но мы можем видеть, как Иисус пользуется этим критерием. Он говорит, что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле, прощая грехи, тогда говорит, расслаблен, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. То есть, результат. То есть, понятно, что там прощаются грехи, сказать может что угодно. Но вот только вопрос в том, что если человек не имеет власти от Бога, то это будет богохульство. И Иисуса, собственно, обвиняют в богохульстве. Потому что ты берешь на себя то, что может только Бог делать. Он говорит, ну, как это, базар недорого стоит. Сказать может то, что кто угодно. Вот. Но кто может сказать, расслаблен, встань, возьми постель свою и иди. Это гораздо сложнее. И вот он говорит, тот идет. И по результату вы видите фан. Но, опять же, значит, ограничения. Во-первых, эмпирическая истина относительно. То есть, истина, которую мы воспринимаем. Мы уже говорили о вот этой гнущейся ложке. Теперь, значит, относительно она, во-первых, она временна. Я, например, ставлю перед собой такую задачу. Я разработаю двигатель, который будет, машину, которая будет двигаться за счет того, что в ней бабочка будет махать крыльями. И энергия крыльев будет двигать автомобиль. И я эту задачу, для меня это очень интересная техническая задача. Я ее решаю, все, я делаю только машину, она двигается, бабочка машет крыльями, машина двигается. Двигается минуту, другую бабочка сдохла. Работает или не работает? Да, сегодня работает, завтра не работает. Сегодня этот результат нас устраивает, завтра этот результат нас не устраивает. То есть, эмпирическая истина, она временна. Кого Бог помазал на царство? Саула или Давида? Сегодня ответ один, завтра ответ другой. То есть, по плодам, как только Саул отрекается от послушания Богу, то, что было истиной до этого, истиной быть перестает. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Следующее. Кто определяет, каковы должны быть последствия и почему именно он? Я берусь решить такую проблему техническую насчет бабочки автомобиля. Заключаю с вами контракт, получаю у вас 10 миллионов долларов на исследование. Решаю эту очень интересную задачу. Ставлю. Едет. Работает или не работает? Едет за скоростью 3 миллиметра в час. Работает или не работает? Вот тут уже зависит. Мне было интересно решить техническую задачу. То есть, с моей точки зрения, это работает. Заказчику нужно было ездить, чтобы не опаздывать на уроки в колледж. Если он будет рассказывать то, что его машина подвела, потому что в ней такой интересный движитель, то вряд ли это Лоис воспримет как достаточное обоснование для отсутствия на занятии. То есть, для одного человека это работает, для другой человека это не работает. Контракт заключается. Какая должна быть машина? Выговаривать? Да, ну... Как старым добрым... Ушел брат, который с цыганами работал, жалко. У нас любимая байка в Севастополе, когда Черноморский флот заключил с цыганами контракт на покраску, значит, судно. Ну, судно покрасили, сдали, отходит оно, разворачивается, с другой стороны не покрашено. Ну, вызываю, как же так, значит, вот же контракт же есть, в контракте все написано. Мы, цыгане, с одной стороны. То есть, контракт, опять же, все зависит от предпосылок, то есть, что ты, какой ты смысл вкладываешь в эти слова. Вот вы заключали контракт, в слово ехать вы вкладывали понятие ездить на занятия. А я двигаться в пространстве, перемещаться в пространстве. То есть, слово одно и то же, но по-разному мы его себе, значит, представляли его значение. Далее, итак, и по этому следующее, какое количество, какая степень последствий достаточно для понятия работать. То есть, в первом случае, почему это вы решаете, что работает, я делаю, я решаю, что, значит, работает не работает. Вот, и вы в мою, значит, такую красивую идею не лезете. Вот, второе, это, значит, а, собственно, сколько именно она должна ехать, с какой скоростью. Вот, и уж совсем прагматический критерий не приемлем для вопросов происхождения. Откуда произошел мир? Откуда взялся я? Ради чего я живу? Ради чего я готов умереть? По результатам, понимаете, как говорят очень часто, неверующие пытаются применить, вот, существует ли жизнь после смерти? Поживем – увидим. Ну, правильно говорить не поживем – увидим, а помрем – увидим. Вот, но есть одна большая проблема, что когда увидим, может, не понравится то, что увидим. Вот, решение нужно принимать сейчас, потом будет поздно. Вот, и это самое важное для нас вопрос, потому что то, куда нам идти, зависит от того, откуда мы пришли. Помните, в Алисе «Стране чудес», когда кот с Алисой говорит, Алиса говорит, что куда мне отсюда идти, она говорит, смотря куда ты хочешь попасть. Она говорит, а мне все равно, куда попасть, но тогда все равно, куда идти. Говорит, ну, мне обязательно нужно куда-нибудь попасть. Куда-нибудь – ты попадешь обязательно. Вот, вот, вот это вот как раз диалог об ограниченности программатического критерия. Потому что когда попадешь куда-нибудь, может оказаться, что это совсем не то место, куда собирался, куда хотел попасть. Вот, и Льюис Кэрролл, он как раз в своих сказках, он вот эти вот критерии дает. Иди туда, не знаю, куда. Ну, это немножко другой критерий. Это немножко другой критерий. Перерыв. Перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok